здравствуйте дорогие друзья подписчики подписчицы случайные зрители если вы еще не подписались на наш канал обязательно подпишитесь в этом видео мы поговорим о гуппи ведь это самая распространенная популярная аквариумная рыбка на которую мы так долго не решать сделать обзор и вот почему все дело в том что в интернете огромное количество видео посвященное этим рыбкам огромное количество информации о любителей профессионалов разводчиков этих рыб относятся вообще к отдельному классу кормистов по этой причине нами было принято решение выпустить серию сюжетов про гуппи и впоследствии все сюжеты объединить в один большой фильм первая часть это история рыбок гуппи вторая часть виды гуппи третья часть содержание и уход за гуппи история рыбок гуппи впервые о существовании яйца живородящих рыб документально упоминается в 1769 году это время было богато на открытия ученые разных направлений отправлялись научные экспедиции и возвращались обратно привозили с собой различные экземпляры для показа и изучения это время богато и на путаницу конечно это путаница гуппи не обошла стороной по этой причине гуппи распространялись среди аквариумистов того времени под разными названиями но давайте обо всем по порядку известный немецкий их теолог того времени вильгельм карл гарверт петерс натуралист зоолог анатом и первооткрыватель иностранный член-корреспондент российской академии наук получивший в 1838 году ученую степень кандидата наук изучал очередную коллекцию доставленную в германию из венесуэлы это был 1859 год в этой коллекции он обратил внимание на будущее гуппи если быть более точным на внешнее сходство этих рыб с представителями семейства пиццелевых и определил их как пиццелия ретикулала в силу своей неприхотливости эти рыбки легко прижились у ученого и более того вильгельм карл гарверт петерс описал привычки и особенности этих рыб по сути это была самая первая в мире информация по уходу и содержанию будущих гуппи будь вильгельм немного попроворнее вероятно что у гуппи было бы название петерса но увы спустя еще два года в 1861 году филиппи из испании получил партию аквариумных растений и рыб присланных из барбадоса он как и петерс вновь обратил внимание на малоизвестных в то время рыб точнее ему они были вообще неизвестны и о том что петерс этих рыб к тому времени уже писал не знал по этой причине он принялся их изучать сам но как и вильгельм карл гарверт петерс филипп отметил сходство этих рыб с пиццелиями однако дал новому виду свое название возможно сегодня мы бы их называли филипки но и на этом история продолжается в лондон в британский музей к их теологу гюнтеру карлу альберту дата рождения 1830 и дата смерти 1914 год зоолог немецкого происхождения работавший в основном в британии известному их теологу и гипертологу члену лондонского королевского общества в 1866 году то есть спустя уже 7 лет грубо говоря открытия петерса присылают несколько все тех же рыб карл гюнтер в то время работал директором этого музея именно он и сыграл главную роль в названии этих рыб дав им имя английского священника роберта джона лемморчера гуппи который их и прислал из тринедады вместе с геологическими пробами предположив что именно роберт гуппи впервые их обнаружил и был первооткрывателем этих рыб вообще в то время слабо верилось в то что рыбки могут быть живородящими когда роберт леммчер гуппи вернулся в лондон в 1886 году на его доклад собрались члены королевского общества важным моментом был сам факт живородящих рыб после чего роберт леммчер был поднят на смех на этом история гуппи не закончилась в 1909 году капитан Уипан стал собирать целую коллекцию этих рыб для британского музея помимо этого он же занимается разведением и поставкой в Европу гуппи из Барбадоса, Венесуэлы и Тринадада путаница с названием рыб продолжается это долго терпели, в 1910-1913 году решили положить этому конец после чего решили раз и навсегда пигеновать этих рыб вспомнили истинного первооткрывателя Петерса и назвали данный вид флебистес ретикулатус питерс и все вроде хорошо однако жима гуппи уже завоевала популярность и только набирала обороты среди поставщиков этих рыб именно под названием гуппи мы этих рыб разводим и по сей день уже в 1911 году в Германии состоялась первая в мире выставка гуппи в городе Лейпциге Россия в это время не осталась в стороне и в Санкт-Петербурге в это же время был первый всероссийский конкурс гуппи в котором принимали участие акварилмисты предоставившие не менее 10 оригинальных самцов собственного разведения что уж там говорить до сегодняшнего дня тех легендных диких гуппи вытеснили из аквариумов оригинальные искусственно выведенные виды гуппи история данных рыб с названием на этом закончилась однако история этих рыб заключена не только в названии очень широко известная история с одним из страшнейших врагов человечества болезнь малярия уносящая миллионы жизней по крайней мере в те не столь далекие времена во второй половине прошлого века люди обратили внимание что на острове Барбадосе где водоемы буквально кишат рыбками гуппи малярии практически нет на других островах где эта рыбка не жила болезнь косила жизни после этого осознания гуппи стали одной из самых известных рыб ведь про нее писали в научных журналах и книгах в газетах ее называли спасателем человечества благодаря этому ее привозили в Америку, Африку и даже в Индию заболеваемость малярией действительно сократилась но естественно это не из-за волшебного воздействия а из-за того что разносчиками заболевания являлись москиты мелкие двукрылые, кровососущие насекомые гуппи же поедали яйца, личинок и куколок, комаров и москитов чем и сокращали распространение болезни в наши дни на рыбках гуппи проводились а возможно и проводятся по сей день опыты по скрещиванию которые помогают ученым генетикам понять законы наследственности помимо этого гуппи очень чувствительны к окружающей среде из-за этого на них испытывали степень очистки сточных вод и действия химических веществ в воде но и это еще не все о чем мне хочется сказать гуппи являются первыми аквариумными рыбками которые побывали в космосе на борту орбитальной станции Салют-5 ну и напоследок отмечу что гуппи изначально обитали на островах Тринидады, Барбадоса, Мартиника и Святого Томаса помимо этого живут и в солоноватых водах Венесуэлы Гаяны, Коста-Рики, Севера и Юга Бразилии прижились они также в Мексике, США, Италии на Мадагаскаре, Западной Африке и Индии ну а теперь феномен прижились они и в Подмосковье середины 60-х годов в Москва-реке и других водоемах столицы в районах сброса теплых промышленных и бытовых стоков случайно или специально эти рыбки были выпущены аквариумистами и дали начало целым стаям гуппи неотличимых по внешнему виду от своих диких тропических предков которых когда-то в 1860-х годах завезли в Европу на этом история гуппи заканчивается а вида гуппи маленькая рыбка гуппи является истинным гигантом в своем разнообразии видов при этом чаще всего фанаты и разводчики гуппи различают этих рыб размерами формой хвоста, формой спинного плавника и конечно окрасом самое интересное то, что новые виды этих рыб появляются и сегодня это связано с тем, что они легко размножаются, легко скрещивать искусственно, быстро становятся половозрелыми ну и конечно живучесть этих рыб играет немаловажную роль конечно мы не сможем обсудить все виды этих рыб однако на самых популярных точно посмотрим помимо этого споры о названиях и принадлежности этих рыб кипят не только среди аквариумистов, но и среди ученых дабы избежать гневных комментариев мы постараемся не придерживаться тех или иных взглядов выбирая просто более популярные названия начнем с размеров маленькие виды гуппи часто называют карликовые самая популярная карликовая гупяшка называется гуппи эндлера гуппи эндлера описаны представленным миру Джоном Эндлером который обнаружил эту рыбку в одном из озер Венесуэлы считается, что эта рыбка относится к микропициллиям это связано с рядом отличительных особенностей как в строении тела, так и в поведении этих рыб как сказал ранее, у этих рыб маленькие размеры взрослые самцы едва достигают 2,5 см самки крупнее, до 4 см хвосты самцов невуалевые, прозрачные с окрашенными крайними лучами в большинстве своем гуппи эндлера сочетают красный, черный и оранжевые цвета иногда к основным цветам добавляется голубой у большей части самцов на боку черное пятнышко которое может исчезать при стрессе и появлении различных неприятных ситуаций но в скором времени она появляется вновь как обычно, самцы в отличие от самок стройные самки, кстати, не яркие, имеют золотистый или серебристый окрас в стрессовых ситуациях вообще становятся бесцветными обычно в условиях аквариума живут примерно 2-3 года как и другие гуппи, очень плодовиты по экологическим причинам карликовые гуппи в родных водоемах находятся под угрозой исчезновения поэтому во всем мире создаются сообщества аквариумистов которые стараются сохранить именно природную форму этих рыб второе отличие рыбок гуппи это хвост чаще всего различают 14 хвостов особо описывать хвосты нет смысла ведь поведение этих рыб из-за формы хвоста не меняется, а вот посмотреть на эти хвосты стоит первый хвост это веерохвостовые вторые веерохвостовые обрезанные третий веерохвосты остроугольные четвертый верхний меч пятый нижний меч шестые вуали хвосты седьмой вид хвоста двойной меч вилочные восьмой вид иглохвосты девятый вид копья хвосты десятый вид круглохвосты одиннадцатый вид лопатахвосты бывают округлые и угловатые двенадцатый вид лирохвосты тринадцатый вид флагохвосты или флаговые четырнадцатый и заключительный популярный вид юбочные это были самые популярные формы хвостов вероятно есть и другие которые известны меньше следующим важным моментом является верхний плавник насчитывается семь самых популярных названий спинного плавника круглый овальный флаговый ленточный вымпельный шарфовый ласточка или корона анальный и брюшные плавники чаще всего имеют две формы или два типа обычный и ленточный стоит обратить особое внимание именно на самцов с ленточной формой анального плавника с данной формой анального плавника самцы являются бесплодными ген ленточной мутации передается только через маму гупяшку последнее что мы рассмотрим это самые популярные окрасы гупи и их название но перед этим напомню о том что это лишь малая часть из великого множества названий и окрасов гупи черный принц гупи тукседа гупи сине-зеленые гупи московские синие гупи московская гвоздика гупи красный дракон гупи красный блондин гупи алые гупи зеленая кобра гупи кобра красная гупи кобра гупи голубой неоновый гупи голубой металлик гупи берлинцы гупи мальбора неон красный акелла гольф стрим жар птица красная перламутровая гупи гупи перламутровая золотая гупи перламутровая оранжевая перламутровая сиреневая есть и дикие окрасы в целом окрасы складываются из покровных цветов гупи и формируется сочетаниями пигментальных клеток хроматофоров кожи и чешуи они формируют фоновый и покровный окрас соответственно различие в окрасе вызывается наличием и количеством пигментных клеток первый черные клетки или по-другому их называют меланофоры красные клетки эритрофоры желтые клетки сантофоры перламутровые клетки или радужные гуанофоры содержащие гуанин помимо окраса корпуса о котором мы поговорили выше необходимо обращать внимание на оттенки преобладающего цвета окраса рыбки каждый профессиональный разводчик гупи преследует цель открыть свой вид гупи найти новую форму спинного плавника хвоста необычный окрас а Субтитры сделал DimaTorzok О содержании и кормлении самых популярных рыб Гуппи Начнем с того, что эти рыбки идеальный вариант для начинающих аквариумистов, в том числе и для детей Возникает справедливый вопрос, почему мы так считаем Первое, это цена Стоят эти рыбки недорого, по крайней мере, если мы не будем брать во внимание чистые линии Огромный выбор цветовых вариантов, что позволит снять целый букет цветов в аквариуме Содержание просты и неприхотливы Очень живучие и стойкие Не привередливые в кормлении и легко размножаются в аквариуме без участия хозяина Но правда, не все Гуппи просты в уходе Если мы говорим о новичке, избегайте покупки породистых селекционных форм Гуппи Как понять, что в магазине перед вами селекционная форма? Первое, это если все рыбки Гуппи в аквариуме строго одного цвета Второе, у самцов длинные и равномерные плавники Третье, уточните у продавца Действительно, многие породистые Гуппи требовательны к условиям содержания И набираться опыта с такими Гуппи не стоит Рассмотрим идеальные условия содержания и минимальные требования Выбирая аквариум для этих рыб, важно понимать, что в 20 литровый аквариум больше 5 рыб Гуппи сажать не стоит Плюс к этому, учитывайте плодовитость этих рыб Соответственно, чем больше аквариум, тем больше рыб можно посадить Да и ухаживать за аквариум большого объема будет проще Если в вашем доме достаточно тепло, то можно не использовать обогреватель Однако, помните о том, что Гуппи тропическая рыбка и прохладная вода меньше 19 градусов Погубит рыб Но кратковременно может выдержать температуру и в 16 градусов Диапазон температурного режима велик Максимально допустимая температура воды до 30 градусов Если говорить про идеальную температуру, то она будет составлять 23 градуса плюс-минус 2 Идеальные показатели воды Стандартный PH воды от 7 до 8,5 А жесткость от 12 до 18 Однако, замечу, что мы пробовали искусственным путем Менять данные показатели воды у непородистых Гуппи В целях, так сказать, эксперимента Результаты были ошеломляющие Гуппи достаточно легко и быстро адаптировались, не испытывая стресса Более того, новые условия не мешали им продолжать размножаться А обязательно в аквариуме с Гуппи должен быть фильтр Отталкиваясь от того, что эти рыбки не особо портят воду, стараются съесть весь корм Избавляя аквариума от остатков пищи, подойдет самый простой внутренний фильтр При этом ставить сильно мощный нет смысла Если установить внешний фильтр, обязательно необходимо на всасывающую трубку надеть сетку Все дело в том, что всасывающая трубка очень легко может засосать с водой как молоть, так и взрослую гуппяшку Частым и спорным вопросом является подача кислорода этим рыбкам Особенно популярно у кори миссов с небольшим стажем Обращаю внимание на породистых Гуппи Этим однозначно нужно обогащать воду Но когда дело касается обычных гуппяшек, встает вопрос Давайте разбираться Пока мы недалеко отошли от темы фильтрации Стоит сказать о том, что у многих современных внутренних фильтров подача воздуха идет с отфильтрованной водой Несложное приспособление с трубкой предусмотрено даже у самых дешевых фильтров Установив такой фильтр, головная боль и размышление о подаче воздуха отпадает сама собой Каждый адекватный человек понимает, что любому живому существу нужен воздух И гуппи, конечно, не исключение Напрашивается вопрос, как же раньше содержали этих рыб, когда мир не имел аэраторов Частично кислород из атмосферного воздуха проникает в неподвижную толщу воды Конечно, этого недостаточно, но все же Многие компенсируют недостаточно кислорода в воде аквариумными растениями Но тут есть подвох Выделяют они его при фотосинтезе А происходит это только на свету Следовательно, свет в аквариуме должен быть постоянно В темное же время суток растения не выделяют, а потребляют кислород из воды В целом, аквариумные растения рыбкам гуппи очень нравятся И при возможности обязательно разместите их, и чем больше, тем лучше Аквариум с большим количеством растений будет похож на природную среду обитания И существенно увеличит выживаемость мальков в общем аквариуме Да и поесть некоторые виды аквариумных растений гуппи не прочь Однако, давайте вернемся к аэрации Вывод, при достаточном количестве растений в светлое время от подачи кислорода Можно отказаться, но ночью аэрация необходима Следующий способ подачи кислорода Частые подмены воды на свежую 15-30% от общего аквариума От общего объема Именно с помощью таких подмен раньше и выживали рыбки без аэратора Помимо этого гуппи могут подниматься к поверхности и заглатывать атмосферный воздух В воздухе кислорода довольно много и почти 21% Но если рыбка так делает, это первый признак того, что кислорода в воде не хватает Прошу обратить внимание еще на один немаловажный момент Представьте, что вы делаете подмену воды каждый день и все нормально Гуппи себя хорошо чувствуют Но вот наступило лето и в один прекрасный момент вы видите, что все гуппи находятся у поверхности воды и захватывают воздух Делаете подмену Проходит немного времени и рыбки опять у поверхности Это легко объяснить Дело в том, что при подъеме температуры воды содержание кислорода в воде аквариума падает Помимо этого, с увеличением температуры воды обмен веществ ускоряется И потребность организма рыб в кислороде увеличивается Это приводит к тому, что рыбки начинают задыхаться Что в дальнейшем приведет к страданиям и анемии Со временем бледнеют жабры Чаще всего в условиях хронического кислородного голодания Аквариумные рыбки болеют туберкулезом Но и другие заболевания будут возникать довольно часто Чтобы всего этого избежать, все-таки стоит установить аэратор Без него даже стойкие гуппи не сразу, через достаточно долгое время Но будут страдать и медленно умирать Не стоит забывать о том, что кислород в воде нужен не только рыбкам Но и полезным бактериям, которые перерабатывают оставляемые гуппяшками отходы Что снизит вероятность аммиачной вспышки в дальнейшем Аквариум выбрали Определились и подобрали оборудование Следующим шагом к благополучной жизни гуппи будет выбор грунта Однако грунт в данном случае подбирается не под вид рыб А под посадку растений, о которых мы говорили ранее В общем и целом, сам грунт, как таковой, для гуппи значения не имеет Более того, в живой природе эти рыбки обращают внимание только на муть в воде Которая не должна подниматься до поверхности воды Таким образом, зачастую гуппяшки видят на дне не грунт, а муть и взвеси Гуппи действительно нужны живые растения А для растений грунт должен не слеживаться и хорошо, так сказать, проветриваться И потому не быть слишком мелким Лучшим вариантом будет грунт средней фракции 3-5 мм Грунт должен быть натуральный и нейтральный Часто в аквариум с гуппи подсаживают других рыб Благодаря своему безобидному характеру и мирному поведению Гуппи можно подсадить любых мирных, обязательно некрупных рыб Например, разборы, конго, кардиналы, все виды неонов Хорошо приживаются вишневые барбусы, самы крапчатые, таркатумы и подобные им рыбки Все другие рыбы видят в гуппи привлекательный корм Стоит отдельно сказать про хулиганов-барбусов и некоторых гурами Эти рыбы с самцами гуппи забавляются Обрывают им красивые цветные плавники, вызывая у самцов стресс В кормлении всеядные и неприхотливые Хорошо едят живые, замороженные, сухие и промышленные корма Едят некоторые виды аквариумных растений и, конечно, овощи Важно понимать, что гуппи рот и желудок достаточно маленькие Соответственно, и корм должен быть небольшой Идеальное кормление включает в себя 2-3 разовое питание в день Небольшими порциями, которые рыбки сядут за 2-3 минутки Из живых кормов лучше всего подходит мотыль-трубочник Хорошо едят артемию и каретру в промышленных кормах Необходимо быть избирательными Отдавая предпочтение сбалансированным кормам премиум-класса Это могут быть как хлопья, так и чипсы Гранулы, в том числе и мелкие Не стоит давать на постоянной основе в том случае, если в аквариуме только одни гуппи В качестве растительной пищи лучше всего давать листья салата Перед подачей листа его необходимо обдать кипятком Это делается для того, чтобы минимизировать риск попадания в воду вредных бактерий Для чего нужна растительная пища рыбкам гуппи Не сложно догадаться В первую очередь для того, чтобы их желудочно-кишечный тракт оставался здоровым Помимо этого растительная пища поднимает иммунитет рыбки гуппи Ну и последнее В живой природе рыбки гуппи питаются не только жучками и личинками Они поедут растительную пищу То есть растения Подкормка растительной пищи актуальна в первую очередь тем гуппи У которых нет растений в аквариуме Или если растения жестколистные Дают растительную пищу не чаще 2 раз в неделю Помимо листьев салата хорошо подходят листья крапивы и одуванчиков Измельчать листья не обязательно Можно дать кабачок или брокколи Однако жесткую пищу поедают с меньшей охотой Если у вас нет времени на подобные подкормки Можно использовать хлопья с растительными добавками И кормить ими 2 раза в неделю Часто любители рыбок гуппи готовят корма сами С использованием яиц, молока и различных добавок Очень важно, чтобы корм был разнообразный Не увлекайтесь так называемой сушкой, гомарус, давней и прочее При постоянном кормлении таким кормом У гуппи падает иммунитет и воспаляется желудочно-кишечный тракт Это связано как минимум с маленьким содержанием витаминов Если аквариум оборудован В нем есть грунт, растения, фильтр, аэратор И есть чем мерить температуру воды Начинается уход за аквариумом Желательно, чтобы у аквариума была крышка Нередкий случай, когда гуппи выпрыгивает из аквариума Это неадекватное поведение часто объясняется плохими показателями воды Другими словами, гуппи может покончить жизнь самоубийством Реже это случайность Подмены воды необходимо делать регулярно Минимум 2 раза в месяц Это совсем не значит полностью сливать воду и заливать свежую Подмены воды делаются с помощью сифона при чистке грунта Сливая 20-30% воды от общего аквариума Старой воды После чего заливается свежая вода Но обязательно отстоявшаяся К старости и от перенаселения у гуппи может появиться искривление позвоночника Это нормальное явление и пугаться этого не нужно Однако если рыбка молодая и при этом перенаселения в аквариуме точно нет Причина одна Туберкулез рыб Или микобактериоз Заболевание очень сложное и лечение редко приносит результаты Во избежание распространения инфекции таких рыб лучше изолировать Подробнее о болезнях и лечении вы можете узнать из видео Здоровье аквариумных рыб на нашем канале Конечно все нюансы и моменты не описать в одном видео А про содержание гуппи конечно можно говорить нескончаемо долго Часами напоследок затронем популярную тему в соцсетях Зачем подсаливать воду рыбкам гуппи Среди аквариумистов гупповодов встречаются те кто за и те кто против У каждого свои доводы Один подсаливает, другой не подсаливает воду Некоторые подсаливают воду в качестве профилактики заболевания и лечения Кто солью улучшает окрас рыб Есть и те кто считает что соль значительно снижает токсичность нитритов Некоторые не понимая зачем солить солят на всякий случай А кто-то считает что делать это не нужно Свою точку зрения я уже высказывал В этом видео хочется сказать одно Воду с рыбками гуппи действительно можно подсолить Небольшое количество соли в воде они легко переносят Более того они в живой природе живут в солоноватых водах Но помните о том что это не морские рыбки И большое количество, большая концентрация соли погубит рыб Обычно рекомендованная концентрация находится где-то в пределах 1 чайной ложки на 5 литров воды Но для начала пробуйте с малого, с щепотки Постепенно увеличивая концентрацию от подмены воды к подмене Так рыбкам будет проще привыкнуть к солоноватой воде Разведение гуппи и гибридизация Эта тема простая и сложна одновременно Начнем с самого простого Для разведения простых гуппи в общем аквариуме Вам понадобится для начала просто научиться различать самца от самок Это очень просто Самки крупнее самца, около 6 см в длину Цвета окраса достаточно тусклые и в целом окраска невзрачная Самец мельче, до 3 см Цвета яркие, окрас в целом красивый, разнообразный Как правило у самца роскошный хвост, да и в целом плавники длиннее Даже в возрасте малька, когда самцы еще не набрали цвет При желании можно различить Анальный плавник у самца узкий, вытянутый, а у самки широкий После того, как мы различили самцов и самок Нам необходимо соблюдать соотношение самцов к самкам в аквариуме Желательно, чтобы на каждого самца было не менее трех самочек Часто это соотношение не соблюдается, что приводит к постоянному стрессу самок И к постоянной беременности Конечно, это ни к чему хорошему не приведет В принципе, если вы хотите просто разводить гупи Вам достаточно самца и нескольких самок Посадить водину в аквариум Дальше они все сделают сами и без вашего участия Если вы хотите ускорить процесс, можно поднять температуру воды в аквариуме до 30 градусов Помимо этого, рыба гупи стимулирует ежедневными подменами воды на свежую Стоит учитывать, что гупи готовы к разведению с трех месяцев При этом, самцы живут до трех лет, а самки до четырех Но размножение самок примерно за год до четырехлетия заканчивается Так сказать, старость Есть еще пару нюансов Чем крупнее самка, тем больше мальков она приносит Обычно, при первом нерести, у молодых мелких самок Количество мальков не превышает 20, а у крупных до 30 штук Во втором помете, самки рождают аж до 50 и в третьем до 100 мальков В дальнейшем, у многократно нересившихся самок Количество мальков может достичь и 180 штук за раз Но они становятся мелкими и не представляют ценности для селекционеров Один раз облодотворенная самка может приносить потомство несколько раз С достаточно большим перерывом во времени Так что даже если вы купили только самок, не факт, что не появятся мальки Напомню, что гупи относятся к живородящим рыбкам И они не откладывают икру Однако, развитие икринок внутри тела матери Ощуществляется исключительно за счет питательных веществ Находящихся внутри яйцекладки, икринки В период разведения облодотворенной икры Питательные вещества из организма матери В яйцеклетку не поступают Поэтому гупи правильно назвать не живородящими А яйцеживородящими рыбками Если внимательно присмотреться, то самка рождает маленькую икринку Которая тут же лопается И малек ищет укрытие Мальки очень уязвимы Они еще плохо плавают И могут стать легкой добычей не только для других рыб Но и для своих родителей Чтобы было куда прятаться малькам Разместите в аквариуме живые Или искусственные растения Гроты и прочее Мальки достаточно быстро растут Питаясь остатками пищи Если вы хотите как можно больше сохранить мальков То желательно отсадить их в отдельную емкость Или родителей от мальков убрать Какой может быть первый прикорм? Живая пыль очень хорошо подходит в качестве первого корма Уточню такой моментик, что простые гупи Растут быстрее в аквариумах без фильтрации Так в воде появляются инфузори, туфельки И прочий мелкий живой корм Можно конечно инфузорами, туфельками кормить еще и отдельно Если вы умеете их разводить Кстати по этому поводу скоро появится видео на нашем канале Также можно поиграть с температурой воды Для более быстрого развития Малькам необходима температура около 28 градусов Часто бывают случаи такие Покупается самец и несколько самок Появляются мальки, вырастают и начинают скрещиваться друг с другом Со временем гупяшки кишат в аквариуме И на первый взгляд все хорошо Для тех кто более-менее профессионально занимается гупи Это крах Так как такое скрещивание пагубно влияет на здоровье вновь появившихся поколений Конечно о профессиональном разведении нужно говорить отдельно Что мы сейчас и сделаем Для начала необходимо вспомнить о породистых гупи Именно к разведению породистых Привереливых к содержанию гупи Подходят со всей ответственностью Первое и самое важное правило Одна порода гупи никогда не должна жить в одном аквариуме с другой Они однозначно скрещатся и ничего не получится По этой причине покупая в магазине породистые гупи Уточните у продавца жил или с породистыми гупами другой вид гупи Лучшим вариантом покупать породистые гупи у профессионального аквариумиста Вторым важным правилом является учет возраста производителей И сколько они принесли потомства до того, как они появились в вашем аквариуме Если самка уже много раз нерестилась, то качественного потомства можно не ждать В идеале для профессионального разведения нам понадобятся Мальки породистые гупи до полового созревания Примерно в трехнедельном возрасте Самцов их самок рассаживают по разным аквариумам К этому времени профессионал их может различить по половому признаку У самцов удлиняются первые лучи анального плавника Намечается образование копулятивного органа гоноподия У самок в задней части брюшка отмечается появление темных точек Будущих пятен зрелости Увидеть разницу анальных плавников легко, рассматривая рыбок на просвет Если рыбки по полу уже определились и самцы начинают бегать за самками То они уже естественно все спарились и скрестились Гупи спариваются практически непрерывно Для сохранения породы живородящих рыб рассаживают до появления признаков пола То есть в возрасте 3-4 недели Необходимо понимать, что самцы оплодотворяют формирующийся самок Еще до наступления у самок зрелости После того, как все гупи повзрослели и стали половозрелыми Можно начинать разведение Перед разведением необходимо обильно кормить самца и самку Лучше, если это будет белковая пища Теперь нам понадобится аквариум на 20-30 литров Обогреватель и фильтр для воды Грунт ложить не нужно В аквариум запускают самца и 2-3 самок Температуру выдержат от 25 до 27 градусов От разведения и до взросления мальков Подмены воды делают через день по 10-20% от общего объема Как правило, через месяц появляется первое потомство После этого родители отсаживают, а мальки остаются в этом же аквариуме взрослеть В течение двух недель мальков хорошо кормят и внимательно следят за их развитием Оставляя себе только самых крепких, самых крупных и самых активных мальков При этом самки должны быть с большим брюшком И конечно, они должны опережать развитие своих сверстниц Обычно из всего потомства оставляют 20, ну может быть 40 штук Конечно, на третьей неделе начинаются новые отбраковки После которых остаются не более 10-15 особей А оставшиеся мальки переселяются в более просторный аквариум Самцы отдельно, а самки, конечно же, отдельно от самцов Взрослых самцов вновь отсеивают, выбирая самых-самых ярких От породистых самок берут не более трех первых потомств Двух-трех первых пометов После чего потомство будет с низким качеством И поэтому они нам уже в принципе будут не нужны Если вы хотите увидеть самые лучшие качества гупи То их необходимо посадить как минимум в 100-литровый аквариум Есть еще один нюанс у редких пород гупи У таких пород продают только самцов В итоге разводчики подбирают под цвет породы самок И начинается работа От полученного потомства берут самок И уже они скрещиваются с новыми самцами У полученного потомства вновь берут самок И скрещиваются уже с другими самцами И так продолжается до тех пор Пока не будет получено идеально соответствующей породе потомства Искусственное удовлетворение у гупи применяют в двух основных случаях Первый применяют для получения потомства у породистых гупи Особенно когда они сами размножаться не хотят Не удивляйтесь, но такое тоже бывает Второй случай это эксперименты Когда хотят получить новый вид гупи Новый окрас или, например, плавники Но на этом работа гибридизации не заканчивается Часто аквариумисты-экспериментаторы Проводят искусственное скрещивание гупи С пицилиями, малинезами и меченосцами И могу сказать то, что проводят весьма успешно Вся эта тема началась еще в далеком 1938 году Сотрудницей Московского университета Самохваловой Она разработала методику искусственного семенения И в своих опытах она в качестве самца использовала Черную высокополовничную малинезию А в качестве самок использовала гупи Эксперимент прошел удачно И Самохвалова получила потомство аж 8 гибридов Но все они оказались самцами Если в те годы цель подобных экспериментов была научной То в наше время цель подобных скрещиваний носит Конечно же, только декоративный характер Гупи, скрещенных с малинезами, часто называют гупенезия На этих рыбках хочется задержать ваше внимание Так как были зафиксированы случаи, когда эти два вида скрещивались Не только в искусственном путем, но и естественным Просто пребывая вместе в одном аквариуме Хотя это большая редкость Дальше хочется заметить, что большая часть таких гибридов Является бесплодными Большая, но не вся В редких случаях можно получить потомство и между гибридами И скрестив гибридов с прародителями и между собой Однако потомство от гибридов очень неустойчивое Так что у вас, дорогие друзья, есть возможность вывести новый вид рыб Наверняка вам интересно, как проходит искусственное оплодотворение рыбок гупи И мы подготовили небольшое видео Хотя отдельно, конечно же, в других видео мы это более подробно развернем Эту тему, более подробно все покажем и расскажем Естественно, для таких целей, для разведения гибридизации искусственного оплодотворения Необходимо использовать настоящие пипетки, приборы Настоящие подручные средства Но мы покажем, как это все делается Подручными средствами Для этого нам понадобится пипетка или шприц с иглой Но учтите, что иглу необходимо затупить Также нам понадобится бинт и шприц с водой из аквариума Чтобы можно было поливать рыбкам жабры, чтобы они не сохлись На бинтик кладем, или на тряпочку, кстати, тоже можно На бинтик кладем самца аккуратно и нежно протираем животик Гоноподий разворачивают заранее Плавно надавливают на животик пальцем или пипеткой И собирают пакетики спермы Как правило, с первого раза не всегда получается взять сперму самца Из-за мелких размеров рыбки Следите, чтобы жабры рыбки не сохлись Это очень важно Для этого периодически жабры поливают аквариумной водой из шприца Можно помассажировать живот от головы к гоноподному плавнику Дальше нужно понимать, что самки растворяют специальными ферментами Пакетики спермы самца Ну или, попросту говоря, активируют работу этих самых пакетиков А оплодотворение у гуппи внутреннее Сперма вводится в половое отверстие самки Причем, самке в клуаке нужно попасть именно в мочевое отверстие В мочевое Конечно, можно попробовать сразу ввести пакетик в самку Но лучше растворить спермосгеймы, пакетики эти самые В солевном растворе до 0,7% Можете попробовать и так, и так При этом не каждая виргинная самка, неоплодотворенная самка К такому поворот событий может быть готова По этой причине, как правило, оплодотворяют сразу нескольких самочек На этом видео подошло к концу Если вам было интересно, обязательно поставьте палец вверх Не забывайте о нашей группе ВКонтакте Ссылку на группу находится в описании под этим видео Я не говорю вам до свидания А до новых встреч в новых выпусках Всего вам самого доброго Обязательно подпишитесь на наш канал Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»